Приветствую коллеги в аналитике валютных рынков и торговой идеи от компании Сикмил и с вами я Артур Идиотур. Смотря на индекс доллар у нас складывается впечатление, что он немножко подустал своим коррекционным ралли. Ну вот видно, да, то что вот здесь был такой достаточно быстрый крутой подъем, коррекция, затем уже рост был не такой сильный. И вот тут мы получается скорректировались вчера с уровня 93.50. Значит, поводом для отката у нас стал грандиозный план расходов Байдена, который он вчера представил. Этот план, он вызвал пересмотр ожидаемой выручки у компаний в США. Он содержал в себе ряд сюрпризов, которые дали основания полагать, что выручка у компаний в США будет расти более быстрым темпом. За счет этого у нас была вот такая вот вчера интересная реакция по основному комплексу биржевых индексов США. Да, там был очень сильный рост, превышение из 500 отметки в 4000. Круглый вот такой хай мы его превысили. Получается очень долго там консолидировать. Получается мы его превысили. Понятное дело, когда такое важное сопротивление мы пробиваем после длительной консолидации. Это вот может как классический паровой выглядеть с начала нового этапа роста. Вот и собственно ралли в рисковых активах, так как доллар отрицательно коррелирует с ралли в рисковых активах, у нас была такая здесь реакция вниз, у нас была коррекция. Вчера у нас еще также отскочила, я напомню, нефть. Было заседание ОПЕК, приняли они решение у нас увеличить добычу. И несмотря на такое противоречивое решение, рынок ожидал, полагал, что будет у нас наоборот решение ОПЕК попритряжать вот эту стратегию постепенного повышения добычи. В мае не повышать добычу, дальше ограничиваясь тем же темпом. Были такие ожидания, вроде бы они не оправдались, но цены подскочили. На самом деле, просигнализировав о желании повысить производство, ОПЕК тем самым дал понять, что он уверен по поводу спроса. У него очень хорошая пронуза спроса на третью кварту, поэтому он повышает производство, и рынок это воспринял позитивно. Собственно, когда у нас растет товарный рынок, когда у нас в частности растет нефть, для доллара, а это имеет негативные последствия, умеренно негативные последствия. Доллар у нас снижается, и, собственно, отскок в нефть, он у нас привел вот так же к этой коррекции в долларе, которую мы сейчас видим. Ну и плюс, мы вчера увидели коррекцию в доходности долгосрочных ставок, если мы посмотрим на 10-летние казначейские облигации, они у нас так же вчера корректирулись вниз. Когда они у нас корректируются вниз, доллар, у него пропадает один из катализаторов его роста, потому что вот именно взлет доходности долгосрочных ставок, он обычно ведет так же к повышению доллара. Ну понятно почему. Растут ставки в трежерис-бандах, это означает, что банды распродают. Когда распродают банды, растет спрос на валюту. Поэтому, собственно, доллар имеет свойство укрепляться на вот таких резких взлетах доходности в бандах, потому что это их распродажа. Вот, в общем-то, мы видим, да, три основных фактора, которые вчера привели к тому, что у нас доллар скорректировался. Вроде он сегодня, как видим, слабо двигается, но я хочу подчеркнуть, что я сохранил бычий взгляд по индексу доллара. Почему? Для этого есть три аргумента, я бы хотел с вами их рассмотреть. Самый первый, самый важный аргумент, это, конечно же, слава евро. Он имеет наибольший вес в данном индексе. Европа у нас заметно хуже справляется с вакцинацией. В программе вакцинации у них есть серьезные недочеты, ошибки, какие-то проблемы, перебои в поставках, побочные эффекты вакцины. Некоторые страны сворачивают вакцинирование, и это приводит все к тому, что приходится прибегать, возвращаться к грубым методам, то есть к локдаунам. Они у нас душат экономическую активность, они у нас ограничивают рост. И если мы говорим о краткосрочной перспективе, нельзя ожидать, я думаю, что ситуация как-то кардинально поменяется. То есть, смотрите, у нас есть слабая Европа с их локдаунами, с слабым ростом, который душит экономическую активность. Есть США, который очень сильно растет. Если мы сами рассматриваем активы в этих двух странах, возьмем рисковые активы, возьмем акции, когда одна страна у нас не справляется, когда по ней прогнозы роста ухудшаются, ухудшаются прогнозы роста выручки у местных компаний. То есть, ухудшаются прогнозы по местным активам. Мы говорим о данном случае странам, по которым прогнозы ухудшаются, это ЕС. И с другой стороны, у нас есть США, где прогнозы роста увеличиваются, где данные показывают, что экспансия набирает обороты, пересматриваются прогнозы по выручке, понятное дело, привлекательность активов США относительно активов Европы, она растет. И поэтому это как раз таки определяет, это обосновывает, будем так говорить, что больше внимания инвесторов будет как раз таки на американских ETF, на ETF, которые вкладываются в американские акции. Будет переток, соответственно, из европейских ETF в американские, понятное дело, потому что привлекательность американских акций относительно европейских, она растет. И это будет как раз таки определять и валютные потоки. Поэтому у нас будет доллар, логично обоснованно ждать, что доллар будет укрепляться по отношению к евро. Как раз таки вот то, что инвестиционные потоки, они будут выражаться и в том, что меняются и валютные потоки. Спрос на доллар растет, на евро падает. Поэтому это обуславливает дальнейшую отрицательную динамику по евро-доллару, движение его вниз. И так как евро у нас имеет наибольший вес в индексе доллара, это определяет дальнейший, возможно, дальнейший рост американского индекса доллара, точнее. А второй аргумент, это, конечно же, фискальные стимулы. У нас наметилась дивергенция, наметилась разница фискальных стимулов в США и в Европе. Напомню, в США у нас Байден опубликовал инфраструктурный план на несколько триллионов долларов. В то же время план восстановления в еврозоне тоже что-то вот, что-то такое вот, все там скинулись и вот как, вроде бы, как фискальное стимулирование должно быть. Такой бюджетный импульс должен был быть. Но он у нас застрял в немецком конституционном суде. Его немецкий суд признал неконституционным, поэтому не может, получается, Европа взять вот эти средства и направить на восстановление, потому что вот часть, некоторые из ключевых стран, они не соглашаются. И что мы имеем? Разница в том, сколько, какое из государств вольет больше денег в экономику, в США огромные инвестиции от государства снова в экономику, в Европу пока этого нет. Если у нас в США есть ожидание большого фискального стимула, сразу повышается ожидание того, как будет выручка местных компаний расти. Сразу же снижается возможная неопределенность, потому что это, по сути, подушка безопасности, будем так говорить. Это, опять же, повышает привлекательность американских активов относительно европейских. Опять же, мы имеем перетоки из одних ETF в другие. Третий момент – это у нас долгосрочные процентные ставки в США. В частности, позиция ФРС по долговому рынку. Напомню, ставки очень быстро растут. Иногда очень сильные волны в их повышении данного… Ну, если мы берем десятилетки, да, вот такие волны повышения у нас происходят, которые вызывают укрепление доллара. При этом ФРС у нас до сих пор отказывается дать даже малейший намек на то, что на каком-то уровне вот этого показательства долгосрочной процентной ставки возможно какое-то вмешательство. Возможно, они начнут ограничивать рост процентных ставок. Даже не было вот такого вот намека. И мы уже сами убедились, да, то, что рост доходности, долгосрочной доходности, он влияет позитивно на американский доллар. Ну, во-первых, почему? Во-первых, когда у нас растет эта доходность, как я уже сказал, перефразировав, будем так говорить, это явление, мы можем говорить о том, что происходит распродажа бандов. Если у нас происходят распродажи бандов, распродажи на самом крупном долговом рынке, понятное дело, растет спрос на валюту, потому что из одного актива выходит другой бездоходный актив, то есть в доллар. Это вызывает укрепление американской валюты, и так как у нас ФРС, да, очень четко понять, что не будет ограничивать рост ставок, ничего дальше не сдерживает у нас рост доходности в сторону 2-10%. Это основной барьер, который я вижу, на который может натолкнуться рынок, и от которого может произойти более существенная коррекция. На этой неделе мы обновили вот здесь новый максимум, 1,77 там было, это у нас, как мы видим, максимальное значение с... тут вот не видно, сейчас загружается, в общем, это максимальное значение с января, получается, 2020 года, вот как мы быстренько все доросли, закрыли вот такой вот гэп, и ничего не останавливает рост доходности дальше вверх, в сторону 2%, это легко может произойти, доллар это только лучше будет. Как я уже объяснил, это взаимосвязь, распродажи в бандах, в трежерис спрос, растет спрос на валюту, с другой стороны подключается у нас иностранные инвесторы, которые хотят вложиться в трежерис, они видят, что обеспечивались у нас хорошо эти бумаги, и вот часть фондов, которых хочет, она вот так же получается из-за бумаг фиксированной доходности других стран перекладывается в трежерис, потому что они хорошо подешевели, они быстрее дешевеют от других стран, поэтому становятся более привлекательными. Вот эти два фактора, они обуславливают взаимодействие между долговым рынком, между трежерис и долларом. Это вот третий аргумент по поводу того, почему у нас доллар может продолжить укрепляться, почему я считаю, что продолжение роста доллара, дальнейшего укрепления, это вот был третий аргумент. Что еще? По данным давайте отметим, что вот наиболее важно с этой недели, что привлекло внимание, ну, конечно же, это у нас индекс производственной активности от ICM в марте 64,7% против вот такого вот прогноза. Я вот вам так скажу, 64,7% это вот прям такая полноценная хорошая экспансия, вот когда вот такие значения индекса. Плюс, 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 стоит еще обратить внимание вот на этот показатель, это субиндекс, индекс новых заказов, Manufacturing New Orders. То же самое, вот этот индекс, у него есть субкомпонент, компонент, просто компонент, да, компонент новых заказов. Почему мы на него обращаем внимание, это лидирующий показатель, лидирующий индикатор. Если он сильный, это значит, что производство компаний, в общем, все, на чем рассчитывается этот индекс, они обеспечены заказами. Значит, все остальные компоненты в следующем месяце, в будущем, они также будут показывать сильные значения. И он у нас, как видим, укрепился 64,8% до 68 пунктов. То есть, закидывают там заказами производственный сектор США. Это говорит нам о том, что набирает этот импульс, набирает оборот этот рост. Дальше будет экспансия в производственном секторе. Здесь ждется на производственных секторах мира у нас экономическая экспансия, потому что они у нас обеспечивают инвестиции производственных секторов, которые, большие инвестиции, которые как раз таки являются вперед смотрящими, то есть ориентируются на будущее, когда инвестируют. И, значит, вот больше инвестиций у нас получается, вот больше у нас участников рынка будет считать, что все хорошо и нужно вкладываться, что есть экспансии, и, понятное дело, это как нарастающий комп, да, что говорит о том, вот вложить, да, вот в эту картину об экспансии в США, именно вот эти вот такие позитивные данные. Это еще раз подчеркивает, что у нас экономика США сейчас превосходит в темпах роста ту же самую еврозону, которая увязла в этих локдаунах. Сегодня у нас также появился отчет Non-Farm Pay Rost, тоже серьезный вот такой вот сюрприз произошел. Где у нас календарь? Вот 916 тысяч рабочих мест против вот такого значения. Безработица вровень с ожиданиями. Ключевой, самый главный отчет по экономике США, отчет Non-Farm Pay Rost, самый главный показатель, мы видим, во-первых, превысил прогноз, во-вторых, у нас 468 тысяч пересмотрен вверх предыдущее значение. В общем, все очень хорошо сейчас по экономике США, это нужно понимать. И когда у нас в одной стороне все хорошо, а в другой не очень, это будет говорить о том, что фокус инвесторов с той стороны, которая отстает, капитал будет постепенно переходить в ту страну, которая опережает. Это будет обуславливать также давление на валютном рынке. Это также будет обуславливать силу доллара. Ну, по крайней мере, я вот на это рассчитываю. Поэтому, смотрите, мы рассчитываем вот здесь по индексу доллара, это уровень 94, с него я как бы вижу какую-то более-менее здесь коррекцию, потому что это был ноябрьский максимум, с чего все начиналось. Я вот вижу, что дальнейшее движение вверх, рассчитывать где-то вот отсюда, от этой трендовой линии, возможно, мы на следующей неделе доберемся до нее и отсюда уже какой-то дальнейший рост рассматривать. Пока 94, дальше посмотрим, дальше может быть выше. Да, но вот фундаментал подсказывает, как мы сегодня обсудили, то, что рост доллар, он продолжится. Вот. На этом у меня все. Если вы оставите какие-то вопросы или комментарии, задавайте, пишите их под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. На этом я завершаю этот обзор. Всего доброго, дорогие тепло. Субтитры сделал DimaTorzok